Джозеф Конрад Идиоты Мы ехали по дороге из Трегье в Керванду. Лошадь шла бодрой рысью между изгородями, тянувшимися поверху земляного вала по обе стороны дороги. Затем у начала крутого подъема перед плумаром, она перешла на шаг, а возница тяжело спрыгнул со своего места на землю. Щелкнув кнутом, он пошел рядом с экипажем вверх по склону неуклюжей походкой, положив руку на подножку и глядя себе под ноги. Через некоторое время он поднял голову, указал концом кнута куда-то вперед на дорогу и сказал «Идиот!». Солнце заливало жгучими лучами окрестные холмы. Их вершины были увенчаны купами чахлых деревьев, чьи ветви вздымались так высоко в небо, словно деревья стояли на ходулях. Маленькие поля, обнесенные изгородями и каменными стенами, зигзагом тянувшимися между холмов, походили на прямоугольные заплатки всех оттенков зеленого и желтого цветов и напоминали неумелые мазки на детском рисунке. Весь пейзаж был разделен на две части белой полосой дороги, плавно изгибавшейся до самого горизонта, подобно пыльной реке, сбегающей с холмов к морю. «Вот он!» — снова подал голос возница. Мимо медленно двигавшегося экипажа проплыла высокая трава, росшая у самого края дороги. Из травы на уровне колес выглядывало покрасневшее от жары лицо с застывшим тупым выражением. Казалось, круглая голова с короткоострежными волосами сама по себе лежит у края дороги, погрузив подбородок в пыль. Тело скрывали густые кусты, которыми поросла придорожная канава. Лицо принадлежало мальчику. Судя по внешнему виду, ему могло быть лет шестнадцать, может меньше, а может больше. Подобные существа не отмечены временем. Они живут годами, не меняясь внешне, пока смерть не сжалится над ними и не раскроет им свои объятия. Прилежная смерть, даже в пылу своей напряженной работы, никогда не забывающая о самых ничтожных своих детях. «А вот и другой», — сказал возница с некоторым удовлетворением в голосе, как будто смог увидеть то, чего не ожидал. Мы тоже его увидели. Залитый солнечным светом, он стоял практически посреди дороги, в ногах собственной короткой тени, спрятав руки в рукавах длинного пальто и вжав голову в плечи. Издалека казалось, что это ссутулившееся на самом солнцепеке существо зябнет на морозе. «Это близнецы», — пояснил возница. Волоча ноги, дурак отошел на два шага в сторону и, глядя через плечо, проводил взглядом проезжающий мимо экипаж. Этот взгляд, одновременно пристальный и невидящий, гипнотизировал, однако парень не повернулся, чтобы посмотреть нам вслед. Возможно, мы проехали мимо, не оставив даже следа в расстроенном сознании этого бедняги. В конце подъема я повернулся и поверх тента посмотрел назад. Он продолжал стоять на дороге на том же месте. Возница забрался на свое место, цокнул языком, и мы покатили под гору. Время от времени раздавался жуткий скрежет тормозов. У подножия холма он ослабил шумный механизм и, полуобернувшись к нам, сказал. — Нам еще встретятся по дороге другие. — Другие дураки? Сколько же их здесь? — спросил я. — Четверо. Это дети с фермы, здесь, недалеко от Плумара. Родители-то у них умерли, — добавил он, помолчав. — На ферме живет бабка. Днем они шатаются тут по дороге, а как стемнеет, возвращаются домой вместе со скотиной. Это хорошая ферма. Нам действительно встретились и остальные двое, мальчик и девочка, как сказал Возница. На них были абсолютно одинаковые бесформенные одежды, нижняя часть которых напоминала женские нижние юбки. Подчиняясь своему неразвитому сознанию, эти существа завыли при виде нас с насыпи, где лежали в густых зарослях дрока. Их стриженные черноволосые головы торчали из ярко-желтого цветочного ковра. Лица детей побагровели от крика, но в этих воплях не слышалось никаких эмоций, только бесцветность и надтреснутость, напоминавшие механическое подражание старческим голосам. Стоило нам свернуть на тропинку, вопли тут же смолкли. Путешествуя по этим местам, я встречал их довольно часто. Они жили на этой дороге, двигаясь по ней в обе стороны в соответствии с непостижимыми прихотями своего замутненного сознания. Они были оскорблением солнечному свету, упреком чистому небу, гнойником на фоне этого дикого пейзажа, полного сосредоточенной и целенаправленной силы. Со временем история их родителей оформилась из неохотных ответов на мои вопросы, из безразличных реплик, услышанных в придорожных трактирах или на той самой дороге, где бродили эти несчастные. Кое-что я узнал от изможденного, скептично настроенного старика, когда мы вместе тащились через пески рядом с его двухколесной повозкой, груженной мокрыми водорослями, с которых на дорогу капала вода. Потом, спустя некоторое время, какие-то другие люди подтверждали и дополняли части этой истории, пока вся она, наконец, не оформилась перед моим внутренним взором. История чудовищная и, как это часто бывает, простая. История непостижимых испытаний, выпадающих на долю невежественных душ. Вернувшись с военной службы домой, Жан-Пьер Бокаду нашел своих стариков сильно постаревшими. С болью он отметил, что дела на ферме идут совсем не так, как могли бы. У отца уже не было прежних сил и энергии. Работники распустились без неусыпного хозяйского надзора. Навозная куча на внутреннем дворе перед единственным входом в дом была вовсе не такой большой, какой бы ей следовало быть. Забор давно требовал починки, скотина выглядела запущенной. Мать практически слегла, и из большой кухни с утра до ночи слышалась громкая болтовня девушек, на которых некому было прикрикнуть. Жан-Пьер сказал самому себе, «Так дело не пойдет». И как-то вечером, когда лучи заходящего солнца, просачивающиеся во двор между хозяйственными пристройками, обводили густые тени сияющим контуром, он обсудил ситуацию с отцом. Над навозной кучей парила похожая на туман пахучая дымка, и пришедшие мародерствовать куры время от времени прекращали копаться в навозе и бросали быстрый взгляд круглых глаз на двух споривших друг с другом высоких худощавых мужчин. Скрюченный ревматизмом, изгорбленный годами работы старик и тот, что был моложе, красивый с военной выправкой, разговаривали, не жестикулируя, в присущей крестьянам бесстрастной, степенной и медлительной манере. Но прежде чем зашло солнце, отец сдался под напором разумных доводов сына. «Все это не ради меня», — настаивал Жан-Пьер. «Это все ради земли. Мне больно смотреть, как с ней обращаются. Я не для себя стараюсь». Старик покивал, опираясь на свою палку. «Наверное...» «Наверное, ты прав», — пробормотал он. «Может быть, ты и прав. Делай, как знаешь. Мать будет довольна». Мать была довольна, когда Жан-Пьер привел в дом жену. Он лихо влетел во двор на двухколесной рессорной повозке. Серая лошадь шла неровным галопом, и жениха с невестой ритмично и резко бросала вперед и назад. По дороге парами и группами подтягивались отставшие гости. Мужчины шли тяжелым шагом, размахивая незанятыми руками. Они были одеты по городскому, в пиджаках, скроенных с неуклюжим щегольством, в черных шляпах, на ногах огромные начищенные до блеска ботинки. Их жены ступали рядом неслышным шагом, все в простых черных платьях, головы покрыты белыми чипцами, а на спинах лежали треугольниками шали блеклых тонов. Впереди пронзительно звучала скрипка, пыхтела и гудела волынка, а музыканты величаво пританцовывали, высоко поднимая ноги, обутые в тяжелые собо. Торжественная процессия неспешно двигалась по узеньким дорогам, по солнцу и в тени, через поля и вдоль изгородей, вспугивая стайки маленьких птиц, разлетавшихся в сторону от дороги. Во дворе фермы Бокаду темная лента процессии свернулась в толпу мужчин и женщин, толкавшихся в двери с криками приветствия и поздравления. Свадебный обед вспоминали потом несколько месяцев. В саду развернулся чудесный праздник. Уважаемых в округе состоятельных фермеров находили спящими в канавах вдоль всей дороги в Трегье, вплоть до полудня следующего дня. Все местное население разделяло счастье Жана Пьера. Сам он оставался трезвым и вместе со своей молчаливой женой держался несколько в стороне, позволяя матери с отцом получить свою долю поздравлений и благодарности. Но на следующий день он крепко взял управление фермой в свои руки, и старики почувствовали, как тень, предвестник могилы, сгустилась над их головами. Мир принадлежит молодым. Когда родились близнецы, в доме для них было достаточно места. Мать Жана Пьера покинула их, чтобы упокоиться под тяжелой плитой на кладбище Плумар. В тот день рано утром, впервые после свадьбы сына, старый Бакаду, забытый толпой кудахтавших на кухне незнакомых женщин, встал со своего места у камина и пошел в пустой коровник, уныло качая седой головой. Внуки — это просто замечательно, но кто подаст ему в полдень суп? Когда ему показали новорожденных, он долго и пристально смотрел на них, а потом пробормотал что-то вроде «слишком много». Означало ли это «слишком много счастья» или просто относилось к числу отпрысков, сказать трудно. Судя по выражению его лица, он был оскорблен, если на этом, словно из дерева вырезанном лице, вообще могли отразиться какие-либо эмоции. Последующие дни он проводил, сидя у ворот, почти уткнувшись носом в колени, не выпуская из беззубых десен трубку и являя собой воплощенную мрачную угрюмость. Однажды он заговорил с сыном, проворчав по поводу новорожденных. «Они пересорятся из-за земли». «Не беспокойся об этом, отец», — невозмутимо ответил Жан-Пьер и, согнувшись вдвое, прошел мимо, таща на перекинутой через плечо веревки сопротивляющуюся корову. Он был счастлив, как и Сюзан, его жена. Это не было возвышенной радостью, с какой приветствуют вступление в этот мир новых душ, пришедших, чтобы бороться и, может быть, победить. Через четырнадцать лет из обоих мальчиков вырастут помощники, а впоследствии Жан-Пьер представлял себе, как двое крупных парней, широко шагают от участка к участку, взимая дань с земли, почитаемой и плодородной. Сюзан была счастлива по-своему. Она не хотела прослыть неудачницей, и теперь никто не смог бы назвать так ее «мать двоих детей». И она, и муж успели повидать мир за пределами фермы. Он во время военной службы, а она прожив год или около того в Париже с одной бретонской семьей. Но она слишком скучала по зеленым холмам своей родины, окруженным кольцом бесплодных скал и песков, где впервые увидела свет.